Привет, мои господа, мы на Твиче на Ютубе, привет вам от всего чатика, здрасте, и в конце будет полезная информация для новичков. А еще, сегодня мы реабилитируемся, и так как у меня старое видео, в котором я вам задавал вопрос, и там был конкурс, и вы должны были оставить комментарий, я разыгрывал просмотр аккаунта, либо доступ к альбому. Это видео, уж простите меня, похерилось, по причине того, что там музыка прошла с авторскими правами, следовательно, я не могу залить видео с победившим человеком на Ютуб. Потому что оно будет без звука, оно будет без ничего, этого не могу. Но мы исправимся, мы в этом видео, выиграет сразу два человека, я думаю, вы явно будете не против. Что нужно будет сделать? Ответить на вопрос в комментарии, оставить комментарий с ответа на вопрос и поставить лайк этому видео. Все, это единственное условие, вы можете там это докинуть своему другу, однокласснику, попросить там маму, папу еще поставить какие-то там лайки, оставить комментарии, следовательно, повысить свои шансы на победу. Будет сразу два победителя. Тот, кто выиграет, выберет либо просмотр аккаунта, либо доступ к альбому. А еще круче я могу поиграть на стриме на вашем аккаунте минут 15-20. Может башню пройду, может если мне не понравятся ваши какие-то мобы, переодену вам этих монстров. Ну с вашего, конечно, разрешения, если вы не хотите, я не буду переодевать. 15 минут прямо на стриме, согласитесь, вроде бы как интересный приз. Все эти три приза абсолютно бесплатны, только лайк, комментарий, все. И ждать розыгрыша. Вопрос заключается в чем? Напишите в комментариях ваш лучший рейтинг мирового босса, так как сейчас даже новички могут ходить. Кто не знал, да, дополнительная инфа, что на мирового босса теперь можно ходить мобами, которые даже 15 уровня. Однозвездочного моба докачали по максимуму, вы можете его юзать. Поэтому Наячок даже на второй, на третий день своей игры, ну может через неделю, уже может ходить 3 раза на мирового босса. Не знаю, насколько это нужно для вас будет, но все равно вы можете выбить какой-то свиток, ману получить. Всем удачи и спасибо огромнейшее за лайки и комментарии. Нападем на этого господина, здесь у него прям почти классический деф, только бастет не самый бюджет. Здесь может быть этно, козлик, часунка, ну лучше пускай здесь будет бастет, правда он может быть в иммунитете. Это мы можем попытаться пробить через Татьяну, Изабель у меня не одета, Изабелла. Через Татьяну пробьем мы это или нет? Давайте попробуем, я конечно могу зафейлиться жестко, как обычно, но мы попробуем. Если не хотя, а если свифтовая бастет, да она может даже быть в Виоленте 160 и уже обгоняет мою Тиану. Блин, не, не буду я рисковать. Возьмем лучшего персонажа в этой игре, вам в альбоме понравился комментарий насчет Сиары? Сейчас вам прочитаю. Вот смотрите, у меня есть альбом, я сегодня сделал описание еще всем ветреным монстрам, кто получил доступ к альбому, у тех эта вся информация есть. Вот всеми монстрами есть описание. Но насчет Сиары отдельное сообщение, сейчас, сейчас, я думаю вы не против, почему я так поймете, поймете всю суть и боль. Итак, читаем. Шлюховатая мразь и тварь, проще поверить и довериться вьетнамской шлюхе Менгли, проведя ночь без презерватива, чем этой паскуде, не качать. Ну а потом, да, используется на М-10 гиганте, ГВ, захват, арена, ГВ, лабиринт, зачастую в паре с другими бомберами. Ну и дальше там всякая информация. Очень люблю этого персонажа, поэтому решил сделать такое описание, чтобы люди понимали, что это очень, очень, очень нужный персонаж, мать ее, в кино водил просто тварь. Можем взять еще, в принципе, цинка, да, пускай будет, не знаю, зачем здесь цинк, но пускай, если он есть, то пускай он будет. Великие цитаты. Возьмем сюда Арника. Так, нам нужен здесь будет какой-то иммунитет, но возьмем сюда, наверное, Фран. Как раз она сливает Атакбар, теперь это хорошо. Мне описание серы очень понравилось, ну вот видишь, по-моему, очень хорошее описание я сделал. Можно было на этом и закончить, в принципе, все описание, просто написать, не качать. Ракис, во что одеть? Стоит качать? Нет, не качай. И мы возьмем еще сюда, еще одного ДД, нам нужно... Да, возьмем тогда эту. Два бюджетика, да, и Арник. Закатит. Попробуем. Так, бафаемся. Цинк у меня, по-моему, медленнее, чем Сиара, я ее ускорил чуть-чуть. Хотя мы его все равно не ваншотим, у нас нету бафа на атаку. Так, Цинк уже... Ну да. Мы его не ваншотим и пытаться не будем. Вот, закинем бабушку. Давай. Отлично. Если он сейчас не... О, мы еще и застанели. Если он сейчас не прокнет, то в теории, если прокнет Сиара, то у нас есть шанс его грохнуть. О, вот сейчас он, в принципе, должен умереть. Все. Габелла его уже ничего не спасет, на нем бабочка. Все, законтрили Теомарса. Пока Теомарс, пиши, если что. Пиши. Будем общаться. Сиара, остановись. Так, сюда Слип. Угу. Так, Стан. Отлично. Кинули на пол его. Кидаем бомбу на нашу эту звезду. Конечно, мы бомбу не закидываем. Поэтому описание такое у персонажа. Так, попробуем застанить ее же. Так, по ней вообще не сработал Стан. Так, пытаемся заслипать. Так, кинем бомбу сюда. Так, вот этой бомбой она... Если сейчас закинем бабочку... Так, этой бомбы ей должно быть достаточно. Да, она умрет. Угу. Так, отлично. Она бафнулась вовремя. Ты позалила себе атак бар, чтобы быстрее сдохнуть, да? Отличный план. Он должен сработать. Так, сюда К. Угу. Жирный парень попался. Или моя Сиара, отстой. 1200 атаки всего лишь. Так. Опа. Бомбочка. Угу. Так, ситака. Так, состанька. И еще дотик. Ну, дота она закидывает. Она молодец. Лучше, чем барыто. Красопета. Ну, Цинк здесь прям зарешал. Два раза он прям помешал. И ТМР сдох четко. Идеально. И бастет. Бафнула и в никуда просто улетел баф. Да, быстрый Цинк. Это хорошо. Убиваем его в ответку. Угу. Единственный, кто в теории может Арника законтрить, как сегодня был чувак на первой ГВшке. Там у него панда была в вампирике. И он дает ульту. И отхилился почти до половины. И Арник его в ответ не смог убить. Вот это действительно как бы такой анти... Контра-контра. Тебя хотят законтрить, но ты контришь того, кто хочет тебя законтрить. Такой вот просто какой-то глинамес ужасный. И он действительно законтрил мне Арника в этой ситуации. Просто хотя бы 8 точностей. Что я от нее хочу? Бедная девочка. 8 точностей. У этого ладно, 60 точностей. Так он хоть что-то закидывает. Так, сюда крест. Отлично. Вообще ничего не делает. Когда-то я ей сделаю 40 точностей. Можно ей сделать меньше скорости. А поднять... Кинем имунку. И тебе при Тервин. Так, все так. На тебе крест. Так, главное, чтобы сейчас не переогрел, сучка. Сейчас мы с клинтями. У нас, по-моему, есть ульта. Так, давай сюда. Тупо устойчивость. Вообще скилл не работает. Абсолютно так минус, парень. Блин, какой же Шрен офигенный персонаж. Не зря я их две штуки сделал. Правда, я второй почти не пользуюсь. Только на захвате иногда. Когда потно. На ГВ и это почти никогда не умирает. Да и два раза подряд ее не хочется брать. Крутейший персонаж, блин, Шрен. Отжигает, мочит. Молодец. На прокола. Хорошая тактика. Вампир. Вампир. Панды воды. Придержался тактике. Блин, ты с полуденшином больная какая-то. С телефонного счета можно донатить? Да. В описании есть ссылка. Там и есть через телефон. Викторий. Виктория. Можно взять козлика и какого-то типа ДД. Водяного. Нет, водяной ДД сюда плохо зайдет. Этна его будет просто насиловать. Можем взять сюда еще. Эссариона, если взять. Эссарион. Эссарион. Эссарион или Гарик. Блочить пассивок тут. Блочить тут нечего. Наверное, назовем Гарика. Лидерку. Вот единственная точность или на скорость. Точность или скорость. Точность. Наверное, нам точность не особо нужна. Ладно, на скорость пускай будет. Да. Да, у нее теперь 41 резиста. Не такая уж она имба. Хотя все равно дебафы хрен накинешь. Сюда можно взять будет Оливию с Бульбазавром. Или, я думаю, взять Бульдозера. Или его Светлого Друга сюда. Или Калли плюс Снайпер из Олив. Снайпер может не успеть. Хотя, ну если праха просто 130. 140, то да, действительно, он может не сходить. И праха может поснимать бафы. А этот говнюк закинет Сайленс. Нериал1. Я на этот вопрос отвечал приблизительно миллиарда четыре раз. Еще восемь с половиной раз. Не хочется отвечать. Еще дополнительный раз. Три с половиной года отвечать на один и тот же вопрос как-то не хочется. Так, мы сюда возьмем... Но Снайпер быстрее. И Снайпер больше не то чтобы по стихии подходит. Хотя, да, и он бьет чуть-чуть сильнее, чем этот пиздюк на тысячи полторы. Возьмем так. Возьмем сюда Бастет. Так, и добавим сюда еще Калли, да? Лидером Калли нет смысла. Калли убивает Фаньяня. Снайпер, возможно, убивает Кумара. А может и не хватить дамаги. 47 тысяч может не хватить. Но зато хватит прахи. Наверное, мы праху убьем. А потом его уже всеми силами... Да, попробуем так. Потом будет Зайрос, который не откатывает. Да. Это да. Так, застань, застань ее, застань. Ну, ты сучка. Быстрая оказалась. Это считай сколько? 150 скорости у нее в сумме. Плюс 135 где-то у нее. 135-140 возможно даже. Так, оно... Блин, вклинилось. Ой, еще и застанило. Не дало походить. Давай попробуем переагрить. Ага. Лидерка на резист. Блин, ну меня сейчас доты могут замучить просто. Так, ну гора ее явно не пробьет. Так, попытаемся застанить ее. Надеюсь, он ее сейчас застанет. Отлично. Получила ход. Попытаемся. Так, сюда переагреть. Отлично. Сюда опять. Так, сейчас если дадут ему ход дополнительный. Так, нет, не дадут ему ход. Так, еще сюда. Надо хотя бы ее убить. Тогда будет большой шанс выиграть. Так, давай сюда пьем. Так, заливать Гаррика не будем. Лучше подхилим. Так, отлично. Застань кого-то. Блин, никого не застанило. Так, убиваем ее. Отлично. Ах ты, сучка, заслипала. Переагри. Блин. Долбанный резист. Работает. Так, может ее переагрим? Опять устойчивость. Хотя у нее при этом 40 или 50 точности. Полностью перекрывает своим резистом. Опять застанило, да? Чтоб тебя покрасило, да? Блин. Ну, чтоб Гарик походил и тут же его залить. Чтоб он выдал две тычки. Встан. Опять его застанели. Блин, бедный Гарик. Как же ты страдаешь, да, Гарик? Заливать нет смысла, то паладин шахильнется. Гарик, шо ж с тобой не так-то, а? Скажи мне. Дружище. Почему тебя эти телочки имеют? Опять он встанет. А шоб тебе... Гарик! Ярик! Твою мать! У тебя бачок там потик или что? Наконец-то, Гарик, ты походил. Доброе утро. Ты смог это сделать. Отлично. Гарик, как обычно, что-то не вклинивается по скоростям. Тупой Гарик. Так, вынесем ему, получается. У меня сейчас два мова походят. Так, ну панду и все-таки... Не хватит дамаги, чтобы убить его монашку. Вряд ли у него там 30 тысяч хп в плюсе. У него наверняка больше. Поэтому убьем лучше праху. Минутку. Минутку ожидайте, господа. Так, добиваем. Или сюда критоним? Давай сюда. Хильнулся, красавчик. Так. Как же нужно одеть снайпера, чтобы он выдавал такой урон, да? Наверняка вы спросите. Сейчас покажу. Приблизительно вот так. Причем нету реально главной руны. 77 крит урона. И то он выдал 29, да? Буквально не хватает 120 крит урона. Я вас прошу. Мелочь. Так, и финальный паренек у нас. Возьмем мы сюда кого? Вот у нас скорее всего будет... У Гаррика здесь могут растращить. И возьмем все-таки мы сюда Арника. Добавим мы сюда Вусевича. И еще у нас будет персонаж, который это все делал. Так, если мы возьмем Вариса... Вариса. Вариса. Он быстро убьет Перну. Но при этом Ретеш у нас остается. Но 1 на 1 Ретеша... Ретеш никогда не убьет Арника. Вот просто никогда. Хоть бы он Виолентил по 10 раз, он не убьет его. Поэтому если что, Арник затащит. Главное убить его Панду и Перну. Это можно сюда смело брать Авариса. Аварис даже если разменяется на Перну, уже будет хорошо. Где он там? План будет какой? Мы сразу в ответку, скорее всего, убьем его Панду. Если не получится, мы просто даем ульту в Перну и добиваем Аварисом тут же. Да, это как с Бульдозером. Привет, привет. Все, снайпера мы не берем больше. Кажется, снайпер себя плохо проявил. Слабые руны. Такой себе урон. Посредственный. Могло быть и лучше. Здесь нам нужен тоже иммунитет. Потому что... Потому что... Просто так. Мы возьмем сюда... И нам нужен какой-то козел отпущения для вот этой вот сучки. И кто это будет? Можно взять... Хотя Сиара против лидерки с Резистом. Хм. Сейчас будет жопа гореть. Так, возьмем сюда еще Триану, наверное. И мне нужен какой-то огненный. Можно взять Лайку, я думаю. Как раз Лайка будет типа танковать эту звезду. Лайку не убьет очень быстро этот, господин. Давайте даже вместо Триана возьмем лучше Фран. Баф на атаку все-таки. Ну и двойной хил. Как ни крути. А сейвить здесь камень. Сиара жирная, это жирная, этого невозможно убить, так как пассивка имеется ввиду с одного камня. Поэтому я думаю так лучше будет. Лидерку... Ну... Да, лучше, лучше на скорость. Скиллы просто не вкачаны у Снайпера. Причем здесь роны, согласен. Я про это и говорил, я же не про роны. Так, привет, Александр. Это... А, я думал это ульта. Нет, это не ульта. И... Ну, как я говорю, лучше засейвим скилл. Убьем мы со второго скилла, как думаете? Но если он с первой атаки закинет метку, фулл скилл, кстати, я ему доточил недавно. Если он с первой атаки кидает метку, то остальные две должны добить первую. Она вроде не самая жирная. Давай. Отвернулся, смотрите, да? И как зеркало смотрит своим этим шоколадным глазом. Стыдно, да, должно быть? Стыдно. Но мне бы было. Даже со второй атаки, если бы он закинул свою сраную метку, он бы его убил. Валера. Валера Рамштайн. Так, ладно, оставляем все-таки скилл. Добивай уже, господи. Мега полезный персонаж. Блин, его еще хилюли. Совпало так хорошо. Пам-пам-пам. Это ужасно. Так, давай, крест. Давай, собачка, делай что-то. Песик. Он тоже нравится, песики. Так, хими братишку. Ух ты, посмотри, бабуля на венике заехала. Видели, когда четко? Ну, хватит уже. Все, все, ты... Так, убьем, я думаю, его и так. Так, отлично. Сейчас бы дать ему в ульту подметку было бы... Было бы идеально, говорю. Ну, он же сейчас виолентит. Ну, к бабке не ходи. Тем более, я не успею второй раз походить, у меня еще один ход кэда. Хильнулся? Выродок. На тебе, блин. Кусь. Сейчас еще... Сейчас убьет его. Заберет за собой, смотрите. По-любасу. Нет? Блин, я думал, он просто пассивку Теомарса высосал. Да, кинем иммунку, а то сейчас эта звезда загорит, а нам это не надо. Так, кинем сюда. Нам надо Камилу. Главное, Камилу выносить. Так, ускоряемся. Да, пуфика убить, в принципе, ее. Все равно загорела. Так, бьем... Бьем ее, раз начали с нее. Ой, она тонкая. Это хорошо. Камила, как дела? Как там виолент? Нормально? Нормально себя чувствует, виолент. Блин, она засейвилась. Ой, ее еще и стан. Но выбора нет, бьем ее, дот. Ай. Добивай. Отлично. Сиара не зафейлила, да? Я сам в шоке. Так, сюда хильнем, это важнее. Так, бам. Кинем бомбу. Все, отлично, она умрет сама по себе. От старости. И от радости. Так, через один ход у него будет бомба. Мы его успеем забить. Так, не будем, сливаем... Угу, сливаем от Акбар. Сиара, месячные прошли или что с тобой не так? То есть, знаешь, да, что на видосик идет, так ты такая, типа, ой, посмотрите, какая я охуенная, качайте меня все. Наху... Бы тебе качали. Просто капец. Хеллоу, киттикет. Хеллоу, хеллоу, май герл френд. Дополнение для новичка, среднячка и проханового чувачка. Новичку на будущее будет полезно. Най-ка вы на Европе играете, либо на глобале, и у вас есть канал 65 и какие. В принципе, везде. Вы можете на него зайти, и здесь часто пишут, может сейчас кто-то напишет, LF, КБ, вот что-то, видите, КБ. Что такое КБ? Это Катарина, а этого Болверк, или как его там зовут? В общем, этот школьник, школьник огненный, я не помню, как его зовут, 5. Это значит, чувак хочет на гидру через этот пак с Катариной, со школьником, 5-ая гидра, и он пишет, какая у него есть лидерка. Если пишет Аллит, значит, у него есть все лидерки. Если пишет Огонь, там, ну, соответственно, у него есть Леса, Огненный Ветер, Ветреная Леса, Глобал Лидерка, или Эльц Орион, или Ельцин пишет, Элц, сокращенно, это значит, у него Ельцин, общая лидерка. Вам там нужны 3 лидерки, общая, которая дает всем 33% атаки, 40% огню и 40% ветру, ну и соответствующая сильная пачка. И еще, просматривайте людей, которые добавляются к вам, которые вступают в вашу пати, и вы с ними ходите на гидру. Напомню про конкурс, в котором идет 2 победителя. Вы можете выбирать просмотр аккаунта, либо игру на вашем аккаунте, либо доступ к альбому. Даже если вы не смотрите стрим, там, к примеру, можете просто получить доступ к альбому и видеть всех моих персонажей в альбоме в любое время суток. Доступ к альбому вечный. Ну, пока вы сами не удалитесь у меня, к примеру, с друзей. Только тогда вы потеряете доступ к альбому. Жду тебя каждый день в 18.00 на ютубе, либо на твиче. Поставь все уведомления, и ты точно не пропустишь вечерний стрим. А на стриме ты можешь задать любые вопросы. Если ты давно не был на стриме, зайди, оцени атмосферу, задавай вопросы, узнавай, просвещайся по этой игре. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok